Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. Сегодня мы с вами рассмотрим шестую партию претендентского матча между Борисом Спасским и Ефимом Геллером, который проходил в 1968 году в грузинском Сухуми. Напомню, в четных партиях этого матча соперники вели очень плодотворную теоретическую дискуссию в закрытом варианте сицилианской защиты. Второй и четвертый поединок закончились полным триумфом Бориса Спасского. В обеих партиях он получил мощную атаку на короля соперника и довел эти поединки до победы. Но Ефим Петрович Геллер не унывал. В шестом поединке он вновь отважился противостоять этому мощному оружию в руках Бориса Спасского и снова пошел на закрытый вариант сицилианки. В итоге мы с вами получили очень красивую и важную в теоретическом плане партию, в которой, по словам самого Геллера, Борису Спасскому удалось найти идеальную расстановку своих фигур. Итак, белые сыграли Е4, С5, конь С3, Д6, Ж3, конь С6, слон Ж2, Ж6 и после Д3 слон Ж7. Как и в двух предыдущих четных поединках, Борис Спасский ставит пешку на Ф4. Ефим Геллер также не изменяет системе защиты, которая была опробована им во второй и четвертой партии. Правда, в последующем четном поединке, под давлением спортивных результатов, Ефим Геллер избрал все же Е6 и после конь Ф3 избрал систему защиты с конем на Е7. Но в этой партии он ставит своего коня на Ф6, после конь Ф3, взаимные короткие рокировки, ладья Б8. Пока соперники повторяют дебют, случившийся во второй и четвертой партии. В первом четном поединке Спасский сыграл неудачно, поставив коня на край доски. Но здесь он играет Аш3, как и было сделано в партии номер 4. Напомню, этот ход с одной стороны дает белым возможность поставить слона на Е3, не боясь выпада конь Ж4. С другой готовит продвижение Ж3-Ж4 с дальнейшим Ф5. Б5 играет Геллер, А3, белым выгодно притормозить продвижение черной пешки. После А5 следует слон Е3, Б4, взяли-забрали, конь Е2, слон Б7. Все это встретилось также в четвертой партии, в которой, я напомню, Спасский поставил ферзя на Д2 и после ладья А8 избежал размена тяжелых фигур, сыграв ладья Б1. В последствии Борис Васильевич все же вынужден был сделать ход Б3 и ладья С1. Но вот в этом шестом поединке он сразу же демонстрирует самую верную расстановку фигур. Он ставит пешку на Б3. В данном положении неплохо было сыграть конь Д7. На этот ход обратил внимание Геллер в примечаниях к этой партии. После ладья С1, Е6, Ж4 черные могут как сыграть Д5, заметьте, что конь на Д7 как раз стоит для того, чтобы защищать пешку С5, либо же притормозить движение белой пешки типовым Ф7, Ф5. Но в партии был сделан ход ладья А8. Таким образом Геллер пытается разменять ладьи по открытой линии, но Спасский сразу же ставит ладью на С1, заранее защищая пешку С2. Сейчас он готов немедля бросить все силы на атаку королевского фланга. И действительно, после ладья А2 следует Ж4. В этом положении у черных есть несколько альтернатив. Неплохим ходом выглядит рекомендованная все тем же Геллером ФА5, после ФЕ1, ФБ5 на ФФ2 ладья ФА8. Черные довольно активно ведут игру на ферзевом фланге, захватив крайнюю вертикаль. Также неплохо рекомендованная Васюковым Е6. Дело в том, что если тут перевести ферзя на поле А4, то последует слон Д3, ладья Е2. Если же после Е6 сыграть Ф5, это наиболее принципиальное решение за белых, то следует взятие и на ответное взятие ладья Е8. Далее черные играют Д5, используя незащищенное положение слона Е3. Но Ефим Геллер сыграл ФА8, поставил ферзя на открытую линию. Его идея после ФЕ1, а именно этот ход был сделан Спасским, сыграть ФА6. И ход ФА4 оказывается серьезной ошибкой. Дело в том, что черные временно жертвуют фигуру, забирают на Д3. И позиция белых в центре просто разваливается. У черных уже выигранное положение. В то же время, после ФА6 вполне возможно было сразу поставить пешку на Ф5. Имея в виду Конь Ф4 и ФА4. Но Спасский сразу ставит ферзя на Ф2. Надежно, с избытком защищая центральное поле Д4. В предыдущих двух партиях недостаток внимания к этому центральному пункту со стороны белых был источником больших проблем для Бориса Спасского. В этом положении черным лучше всего было сыграть Конь Д7. Этот ход Ефим Геллер демонстрировал в предыдущих встречах. На Ф5 можно пойти Конь ДЕ5, надежно захватив центральные черные поля. Но другой Конь Ефима Геллера пошел по другому маршруту. Он сыграл Конь А7, Белые Ж играют Ф5, Конь Б5, ФЖ. Здесь оказывается, что симметричное взятие ФЖ наталкивается на активное Конь Ф4. И угрозы пункту Е6 весьма сильны. После С8 следует Конь Ж5, у белых серьезный перевес. Поэтому Геллер забирает пешкой Аш. И Спасский ставит Коня на Ж5. Борис Васильевич применяет схему атаки, которую он уже использовал в предыдущей четной партии. Здесь Геллеру нужно играть очень аккуратно. Если пойти Конь С3, продолжая маневр Коня на ФФ, то последует размен ФЖ4. Угроза белых уничтожить Коня Ф6 и поставить мат на Аш7. Поэтому без отхода ладьи не обойтись. Но проседает пункт Ф7. Ж5 связка Ладья Аш8, ФЖ3. У белых очень мощная атака. Также неприемлема для черных Конь Аш7. Это попытка немедленно выяснить намерение Коня белых на королевском фланге. Здесь плохо Конь бьет Ф7. Конь белых связан и после Конь А3 черные с успехом атакуют пешку С2. Поэтому лучше разменяться на Аш7, сыграть ФЖ4 и после отхода короля пойти слон Аш6. Атака белых развивается очень стремительно. Лучше всего сыграть Д5, подключая Ферзя к защите королевского фланга. Так как бесхитростный Аслон бьет Аш6, ФЖ6, Конь Д4 наталкивается на размен и марш крайней пешки. Что очень неприятно черному королю. Поэтому Ефим Геллер сыграл Коня А3, сразу напав на С2. Ну а Спасский играет ФЖ4. Он хочет забрать на Ф6 и поставить мат. Поэтому ладья С8. Кажется, что жертва качества ничего белым не дает. Но Борис Спасский рассчитал блестящую комбинацию и пошел в атаку, забрав коня. Еф, ФЖ7, КФ8. Что же делать дальше? Вполне возможно было сыграть ладья Ф1. С тем, чтобы после взятия слон Ж5 отнять у черного короля поле Е7. На ладья С7 следует Конь Ф4. Далее взятие на Ж6, либо вилка на Е6. Атака белых очень сильна. Но Борис Спасский очень красиво ведет атаку на короля соперника, не останавливаясь перед материальными жертвами. Отдав качество, на алтарь атаки он бросает еще и коня. Оказывается, фигура белых неуязвима. После взятия следовало слона Ж6, связка. И на ладья Ж8, Конь Ф4. Ладья С2, ладья Ф1. После взятия пешки будет еще и слон Ж7. У белых очень мощная выигрывающая атака. Поэтому Геллер оставил коня и забрал пешку. Слон А6. Если в этой позиции забрать слона, то последует взятие конем. Угрожает мат. А на король Е8 еще один красивый ход, Конь Ж8. Угрожает мат в один ход ФЕ7, а также взятие на Ф6. Если пойти Король Ф8, то можно подключить другого коня. И белые побеждают. Если же пойти ладья бьет Е2, то следует взятие на Ж7. Король Е8, Конь Ж5 с угрозой Ф7 и Конь Е6. Ну а на взятие ладья Ф1 тут уже угрожает линейный мат. Очень красивое продолжение атаки белых в различных вариантах. Но Ефим Геллер решил разменять сначала ладью с шахом. И вот в этой позиции забрал коня. К слову, если скушать все же слона, то тандем Ферзь плюс Конь демонстрируют максимальную мобильность и эффективность в атаке черного короля. Забрали Король Е8, Конь Ж8. Те же угрозы, что и в предыдущем варианте. Ферзь Е7 и Конь Ф6. Ну а в случае Король Ф8, помните, мы там подключали второго коня. Оказывается, что и одного коня достаточно. На пару с Ферзьем он создает мощнейшую атаку. Конь Е7. Угрожает Конь Ж6 и Ферзь Е7. И в этой позиции черным уже в пору сдаваться. Поэтому Геллер решил уничтожить этого опасного коня белых. Но таким образом пришлось расстаться со слоном. И в этой позиции ход Король Е6 наталкивается на красивое Ж5. Таким образом, белые расчищают подступы к королю, угрожая матом. На Ладья Е8 следует еще аж 4, подключая белопольного слона. Позиция черных безнадежна. Еще один весьма красивый динамичный вариант. Но Геллер отошел королем на 8-ю линию. И здесь у белых уже появился выбор. Весьма неплохим был ход Е5 с целью забрать на Б7. Если пойти Д5, то ЕФ и пешка белых становится очень опасной. Если же забрать на Ж2, то пешка продолжает свой марш. Е6 с угрозой мата на Д7 и черные ничего не могут поделать. На Ладья Д8 мат Ф8 либо Ф7. Но Спасский сыграл Ж5. Его идея ясна. В случае взятия следует слон Ж5 с угрозой мата на Е7. Удивительное дело. В большинстве указанных вариантов у черных материальный перевес. Но очень мощные конкретные угрозы Спасского делают материальный перевес соперника совершенно бесполезным. В этой позиции Геллер сыграл Ф5. Следует взять НЖ6, КД7, Ф7, КЦ6 и ЕФ. Этот вскрытый шаг поставил точку в данной партии. Ефим Геллер сдался перед лицом неизбежного поражения. Действительно, после КБ6 выигрыш белых весьма прост. Размениваем ферзей и слонов. Играем Ф6. И в этом положении слон, поддерживающий пару мощных проходных, сразу же дает белым победу. Вот такая блестящая атакующая партия Бориса Спасского, в которой он продемонстрировал идеальную расстановку белых в данном варианте закрытой системы. Впоследствии ходы 10-го чемпиона мира стали каноном в этом варианте сицилянской защиты. И последователи Бориса Спасского, большие любители закрытой сицилянки, раз за разом повторяли это атакующее построение великого шахматиста. Таким образом, шестая партия подвела черту под длительной теоретической дискуссией Спасского и Геллера в этом разветвлении закрытой сицилянки. В следующей четной партии Ефим Геллер коняна Ф6 уже не выводил. Он поставил его на Е7 при пешке на Е6, о чем уже было сказано в начале этого видео. Обзор данной партии еще впереди. Ну а мне остается лишь напомнить вам о необходимости реагировать на видеоролики не только комментариями, что тоже очень полезно, но и постановкой лайка, в том случае, если видео вам понравилось, или дизлайка, в обратном случае. Не забывайте также подписываться на канал Шахматы для Всех, если вы этого еще не сделали. Ну а мне остается попрощаться с вами. Большое спасибо за внимание. До свидания.